Шнагарёв писал, что, цитирую, побои беременных, как и вообще побои нередки. Хотя и бабы думают, что не дело бабы считать побои мужчины. И не следует про них рассказывать. Но у каждой из них узнаете, что муж бьёт. Простяне, это про ваши корни. Если вы не хотите быть европейскими, быть как европейцы, то возвращайтесь к своим корням. Вот это интересный ролик про бьёт, значит любит, про снохачество. Частенько бьёт. В нашем селе один маленький захудалый мужик колотил здоровую рослую жену следующим образом. Грозный муж сбирался на лавку, покорная жена подходила к нему, и он бил её по щекам. Писатель XIX века Александр Левитов, чьё детство прошло в избе сельского дьячка, писал, что муж нередко избивал свою жену из-за любой мелочи или просто плохого настроения. «Баба живуча, как кошка, и забьёшь так, что посиняет вся, а он смотришь, отдышится», — говорили мужики. Били супруг крайне жестоко. «По свидетельствам более жестоко, чем лошадь или собаку». В газетах XIX века нередки заметки о том, что в деревне, мол, Александровке, такого-то уезда, 21 февраля, крестьянка 30 лет от роду умерла от побоев, нанесённых ей мужем. Вот, вы когда гордитесь свою историю, вы знаете её, нет? Вот когда вы гордитесь, слава России, это вот слава этой России. Когда муж избивал жену до полусмерти, и многие умирали после этих побоев. Это 1884 год. А вот данные уже 1926 года. Краевед провёл исследование в Воронежской губернии, опрашивал крестьян, надо ли бить жену. Так вот, около 60% опрошенных крестьян ответили утвердительно, считая это учёбой. И лишь 40% сказали, что не нужно. Такая вот учёба воспринималась деревенским обществом как обязанность мужа. Жена, мол, должна бояться и уважать. А без такого вот смертного боя уважать, мол, не будет. Да и что больше всего шокирует, сами женщины, ежедневно подвергавшиеся такому дикому насилию, считали, что это проявление мужниной любви. Вот откуда оно то самое «бьёт, значит, любит». Наша героиня Ольга Семёнова-Теньшанская была в ужасе от всего, что ей удалось узнать. Но она, как учёный, тщательно всё фиксирует. Одно время я думала, что никак, благодаря тому, что внешних выражений нежности мужа к жене положительно нет, даже у молодожёны. Но последнее время я думаю несколько иначе. Уши жалеет же свою жену Петруха. Есть ли такая счастливая баба во всей деревне? Цитирует она сельских крестьянок. Знала я, что Петруха не пьёт вовсе и не бьёт своей жены, пишет Ольга. К сожалению, такие Петрухи и такие отношения мужа к жене страшно редки. Собственно, это даже единственный пример, который я знаю. Жёны тех, кто служит. И жёны ушедших на промыслы в города. Наша героиня считала, что именно отходничество и разворотило деревню. Она писала, уедет муж на заработки и себе там заводит мамзелей. А жена может завести любовника и дома. Профессионального разврата не существует. Но очень легко купить всякую бабу деньгами и подарком. Одна баба очень наивно признавалась. Прижила себе на горе сына и всего-то за пустяк. За десяток яблоков. Ольга пишет. Бабы и девки очень любят ходить за яблоками в сады к съёмщикам. Яблоки покупаются, или лучше сказать, меняются на яйца, а иногда и на самую себя. Такую распущенность подтверждает и писатель-народник 19 века Александр Энгельгард. Нравы деревенских баб и девок до невероятности просты. Деньги, какой-нибудь платок при известных обстоятельствах. Лишь бы никто не знал, лишь бы всё было шито-крыто. Так делают все. Такая удивительная лёгкость нравов не осуждалась. Один любовник и вовсе не считался распутством. Вот какое определение распутницы приводит Ольга Семёнова-Теньшанская. Распутёвой называется такая девка или баба, у которой несколько любовников. Такие любовники сговариваются иногда поучить свою любовницу. И если она девка, мажут ей ворота дёгтем. А если она баба, бьют её. Побьют, затем подымут ей рубашку на голову, свяжут её. Так что голова женщины находится как бы в мешке, а до пояса она голая. И пустят по деревне. Девку, у которой один любовник, уже не считается по нынешним временам распутёвой. И ей ворота дёгтем не мажут. Наша героиня рассказывает ещё об одном поразительном обычае. Иногда весною до рабочей поры несколько баб и девок из одной деревни подымаются идти на богомолье. В Воронеж или к Сергию Троице. Родители и мужья очень хорошо знают, что такое это богомолье. Но несколько сговорившихся между собой баб и девок представляют собой силу, против которой трудно бороться. Идут, заночёвывая Христовым именем по разным деревням. И чего, чего тут не бывает. Вот так вот, а вы говорите, у времена, у нравы.